Господин Бавля, я все-таки, почему так? Вы считаете, тогда вас не сильно смущало то, что происходит довольно оригинальное, скажем так, прочтение законодательства Республики Молдова. Сейчас, когда никто не просил отмены выборов, никто, напоминаю, ни окружная избирательная комиссия, ни кандидатов по СРМ, никто не просил отмены выборов, суд принял такое решение, высшие инстанции его поддержали, Центральная избирательная комиссия объявила аннулированным, и все, и новые выборы не назначили, что тоже, кстати, вопрос довольно спорный. Вы стали очень сильно возмущаться, потому что наших бьют? Нет. Смотрите, мы начали говорить о том, что у нас законодательство, вообще само по себе законодательство является селективным и полностью контролируется, не знаем кем, потому что мы никого не держали за руки, мы предполагаем, что один партий... Вот вы один из немногих от оппозиции, кто говорите, что не знаю кем, потому что никого не держали за руку, а то у меня тут еще один вопрос был, а вы говорите, не знаю кем, не держал за руку. Понимаете, но она контролируемая, и мы всегда об этом говорили. Во-первых, после президентских выборов мы подали, я уже не помню точно какого количества заявлений в Конституционный суд по всем вот этим нарушениям, нас просто успокоили, сказали, сидите спокойно и не дергайтесь, как Дадон сказал, и пейте чай. После этого мы обратились в суд, мы обратились в суд по поводу товарища нашего Шора, нашего давнейшего друга, понимаете, которому дали 7,5 лет, который открывает сеть своих магазинов, который развивает свою партию, который чувствует себя прекрасно. Мы говорим о селективности, селективности нашего суда и применении законодательства. Взяли и перенесли суд из Кишинева в Кагул, чтобы мы не могли туда переходить, чтобы мы не могли в Кагул его принесли туда. И до сих пор ничего, никакого решения не приняли. Этот человек вообще голословно приходит, обвиняет всех и вся, и чувствует себя, открывает какие-то там аргейленды и так далее. То есть мы говорим о нелегитимности решений по поводу других людей.